Друзья, это история о силе воли, история преодоления, история о спортсмене, который, невзирая на все препятствия, пройдя через многочисленные травмы, полный разрыв связок, преодолевая все срывы, этот спортсмен нашел в себе силы. И идет к своей цели. Всем привет! Вы с борцовским клубом. Мамуру предстоит бой с очень серьезным соперником. Заражен на все 100%. Но даже в этой подготовке были проблемы. Мамур, на воле! Давай, на воле! Хокаут, кто-нибудь должен сделать? Самое интересное, что он слышал меня. Терпеть! Терпеть! Отвечал, кричал прямо из октагаона. Слушающий, Мамур! Терпеть! Нет! Только что пришла новость от Ивани Руденко. Сгорела квартира вот сегодня. Вот так вот горит моя новая комната. Жизнь прекрасна. Живем дальше. Открылось новое заведение. Теперь уже сети BMF. Искаревский дом 1. Ну и конечно же, в самом центре Санкт-Петербурга Лиговский дом 50, корпус 2. Барная стойка выполнена в стиле бойцовской клетки. Лаунж-зоны с игровыми приставками. Очки виртуальной реальности. И бильярд. А также, здесь регулярно показывают трансляции самых актуальных бойцовских событий. И по промокоду Борцовский клуб здесь будет скидка 15%. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Волнительные моменты наступают. Осталось буквально несколько боев до выхода. И уже я ощущаю волнение. Добавил ДimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Пускай идет, пускай идет, пускай идет. Есть вода, вода есть. Лед там. Капа у меня. Добавил DimaTorzok 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 Дергается. А что я готов там почувствовать, что я завтра буду напасть. Везде там на земле. В партии. На воздухе dirga. Ты сам то волнения какие то испытал? Нет конечно. Да ладно, может волнения волнения это нормально? Волнения это нормально, волнения у всех. Только волнения, которые говорит нет. Как ты? Либо человек псих, либо человек бре. Такое волнение бывает, может, перед боем чуть-чуть, где-то нужно это, чтобы не пропустить такое. А сейчас что, посмотрели, показали друг другу холоднокровность. Телег Машапов в своих поединках уже дрался за титул одной из серьезных американских лиг. Также он дрался с чемпионом ACA Али Баговым, которому дал очень конкурентный бой. И первые два раунда, на мой взгляд, он даже выигрывал. Он себя позиционирует в топ-5. Ты себя позиционируешь. Чемпион претенденте вообще. Никакой топ там, не 5, не 3, не 1. Претендент за поезд готов. Кстати, вы еще не знаете, это Роман, это тренер Мамура Хамдамова по ударной технике. Какие ощущения вот такие психологические, ментальные по нему, например, сейчас к этому бой? Мы хорошо готовились. Я думаю, что он должен показать себя с лучшей стороны. Нет, за Мамур у меня нет тревоги. В Мамуре я уверен. Так, стойте сюда. Теперь мой вопрос к главному моему тренеру. Вопрос, который задали, это я вам задаю вопрос. У меня нет тревоги к этому поединку. У меня была тревога к Кичигину, потому что Мамур подтягивался именно к топ-уровню. Ты добавил теперь к себе, потому что этот опыт тебе дал с Кичигином бой. И теперь, сейчас я уже понимаю, что ты добавил это, и тебе сейчас легче. И у меня почему-то нет такого тревоги. Я чувствую, что все должно быть. Но, я понимаю, что соперник топовый у тебя, серьезный. Это будет не прогулка. Это, конечно же, серьезный бой. Очень серьезный. Кавы и господа, из Душанбе, Даджикистан, Фотон, Мамуршон, Хаватону! Оп, оп, дергай, дергай, дергай. Руки, руки, легко. Да, 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 дергай, дергай. Да, да, да. Бам, бам, бам. Итога. Бей, 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 бей. Поп, оп, да. Еще. Вот, вот. Все. Первый, первый, начинаю атаку. Вот. Хорошо. Да, первый, первый, вот. Еще. Добивай, добивай. Добивай, добивай. Добивай. Первый, первый. Разверни, разверни. Разверни! Разворачивай!b Стоять! Разворачивай! Вставай! Руку! Пробуй! Вставай! Разворачивайся резко! Рука сверху! Сверху рука, да! Локтем бей! Бей локтем! Локтем назад бей! Вставай, вставай! Разворачивайся! Пробуй! Пробуй развернуться! Да не дай застегнуть! Мамур, не давай застегнуть! Руку не дай застегнуть, не надо! Руку, руку, руку держи! Руку держи! В первом же раунде Мамур оказывается в очень плохой для себя ситуации, и его соперник забирает спину. И теперь в любой момент телег Машрапов может сделать удушающий. Руку не дай застегнуть! Держи за кисть! Держи за кисть! За кисть! Попробуй на ногу! Развернись! Раунд! Раунд! Раунд проиграл! Ладно, ударку сейчас включай жестко, не давай бороться ему, не надо бороться, ты можешь его растерзать в ударке, просто бей его, бей его и двигайся, двигайся, не надо застаивать, не борись с ним, попробуй, у тебя все нормально, он хавает твои удары, попробуй сейчас в ударке поработать, терзай, терзай, ладно, терзай его, все, все, пошли, пошли. Перед этим боем с Телеком Машраповым Мамуру сопутствовала целая полоса нехороших ситуаций. Я сам в шоке не знаю, почему никто не травмируется, но именно я, почему, я не понимаю. Не знаю, у тебя, наверное, такой трудный путь. Столько можно. Это сгонка веса неудачная, когда Мамуру увезли прямо из гостиницы перед боем в больницу, где его там, можно сказать, откачивали. Извивайте сгону. Следующий момент – это травма плеча, когда мы делали операцию и приделывали ключицу. Ну и вот, опять такая история. Здесь картина субтотального разрыва связок с окромиальным ключичным зачленением. Все, готов к операции. После этого у него травма колена была, где ему также делали операцию на ногу. Все эти события, они морально влияют на спортсмена. Он еще не знает, как отреагирует организм на этот поединок. Но, невзирая на все проблемы, Мамур заряжен и готовился к этому бою очень плодотворно. Помимо работы в борцовском клубе, он также ездил на сборы в Осетию, где боролся с олимпийской сборной по вольной борьбе. И многие тренера и спортсмены отмечали его уровень борьбы. На протяжении всего этого времени Мамур также готовился с тренером по боксу, Смирновым Романом Михайловичем. Мамур был заряжен на все 100%, но даже в этой подготовке были проблемы. Походу, температура поднимается от бляха. У меня вот здесь чувствует... Может быть, смотри, еще чтобы ты понимал, что с потом выходят и шлакиутые. Часто же бывает вспотел, их легко стало, ночью даже потеешь, когда болеют люди. Поэтому нормально. У Мамура просто температура была на протяжении там нескольких последних дней и во время сгонки еще. То есть он просужен все равно, как бы ты ни был. И здесь вот этот момент усложняет, но в то же время будем надеяться, что он... Не будем надеяться, а организм поборет это. И к завтрашнему универсию все будет, окей. Ну, такой вот здесь стоит прямо такой, блин. Такой... Ты же чувствуешь, он потихонечку греется и все будет. Ну, значит, сейчас и выйдет это все. Выйдет. Всказать, ты быстрее его хуже. Вместе с потом. Мамур приходил на тренировки с высокой температурой. Для того, чтобы этот бой все-таки состоялся. Не давай бороться, не надо бороться. Ты можешь его растерзать в ударке. Он хавает твои удары. Попробуй сейчас в ударке поработать. Первый раунд проигран. Во втором раунде Мамур сразу же на первых секундах теряет позицию. Встань! Надо встать! По-любому! Мамур, пробуй вставать, не залеживайся! Он тебя залеживает просто! Мамур не предпринимает правильных попыток для того, чтобы встать из партера. Пробуй, пробуй, пробуй. Пробуй, пробуй, пробуй. Пробуй, пробуй. Да-да-да! Включайся! Включайся! Включайся, Кимуру! Включайся! Но в определенный момент ему удалось выйти на Кимуру. И здесь есть шанс. До конца! До конца! Да-да-да-да-да! Сделай-сделай-сделай! Делай, делай, пробуй, пробуй, пробуй! Попробуй, попробуй, попробуй! Рывок! До конца, до конца! До конца, до конца! Делай-давай-давай-давай! Еще сильнее, еще, еще! Вставай по ноге! Да! Не лежи просто! Мамур, вставай! Оттяни его коленкой и развернись к ноге! Давай рывок сделай на воле! Мамур, на воле сделай! Верь! Ну не лежи просто! Стой-ка, стой-ка! Ничего нету! Стой-ка! Мамур, на воле! Давай, на воле! Развернись к его ноге! Развернись к его ноге и вставай! Да! Вставай! Развернись, дай спину ему и вставай! Пробуй! Пробуй, не лежи! Пробуй, встань! Развернись резко! Резко развернись к ноге! Мамур, 40 секунд! Срушающий, Мамур! Руку подтяни! Терпеть! Осталось 3 секунд! Весь раунд Мамур не мог улучшить свою позицию. Остается 20 секунд, и Мамур попадается на удушающий прием. Очень плотный. Нет, терпеть, 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 развернись на него, на него, на него, нет. 20 секунд, 20, терпеть можно, 15, 15 секунд, 15, терпеть, терпеть можешь, 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 можешь. На него резко разворачиваться, 10 секунд. Мамур, только ударка сейчас спасет. Два раунда он выиграл. Включи сейчас 50 на 50, ты знаешь, ты должен рискнуть 50 на 50, понял, зарубись. Уже заруба только, тебе надо его нокаутировать. Ты два раунда проиграл, тебе не выиграть, только нокаутом, понял? Нокаут, понял, должен сделать. Ты можешь сделать нокаут. Блин, неважно, что нет сил, понял, сделай нокаут. 50 на 50 теперь включай. Давай, ты зарубишься, у него слабее удар. Вставай, вставай. В борцовском клубе очень много разных событий. Каждому из бойцов предстоит скоро сражение. Аня, белая амазонка Руденко, получила, наконец, бой. И в январе ей предстоит себя вновь показать. Скоро анонсируют бой. И в случае победы в ближайшем бою у нее будет возможность сделать матч-реванш с той соперницей, которая нам проиграла раздельным решением судей в недавнем поединке. Я говорю, получится все. Ну что, ты готова принять поединок? Конечно. Да? Да. Исходя из выводов, которые ты сделала, будет что-то меняться, как думаешь? Обязательно. Как без этого? Кстати, знаешь, многие люди спрашивают, химичилась ты или нет? Скажи честно. Нет, они просто не верят все. Ну ладно, будем готовиться. Друзья, пока вот мы делали эту серию, только что пришла новость о том, что неприятное, о том, что у Ании Руденко сгорела квартира вот сегодня. Вот так вот горит моя новая комната. Жизнь прекрасна. Живем дальше. Хочу также напомнить, что Аня является чемпионкой лиги GFC. Это профессиональная спортсменка ММА, у которой сейчас вот полоса проблем, из которых она не может выбраться. Это сначала одна травма, потом другая травма у нее, операция была на ногу и так далее. Но сейчас вот загорела квартира, поэтому я думаю, что сейчас она выберется, когда из этих проблем своих мы ее увидим еще в этой игре. Подробную информацию, что там произошло, мы расскажем в следующей серии, но с ней все в порядке. Это самое главное. С ней все в порядке, она успела выбежать из огня и успела спасти документы даже свои. Дети были в школе. Я хочу сказать, что она многодетная мать, воспитывает в одиночку своих детей. Каждый из нас может оказать ей помощь. Если вы хотите, это сделайте. Никита Северов не так давно провел очень хороший яркий бой в Кингисеппе на ММА-серии организации. Решил газануть на Никиту. Он хотел оказаться как можно быстрее в своей клетке. Да, что он делал и как он сейчас там валялся без крови. Вы реально вот некоторые меня с кем-то путаете, вы просто заблудились. Помимо ММА у Никиты большие планы в самбо. И уже в следующем выпуске мы покажем, как прошел Кубок России. Встал! Бросил! Встал! Блин, опять гематома. Да! До конца! У тебя шишка здесь. Либо сломанное ребро, либо межреберное. Да, все, нормально. Может быть, придется сняться, но он еще этого не понимает. А также вы скоро увидите и новых бойцов, которые начали себя ярко проявлять. Да, он не добавится! И вы это скоро увидите в наших выпусках. Ты два раунда проиграл, тебе не выиграть, только нокаутом, понял? Нокаут, понял, должен сделать. Неважно, что нет сил, понял? Сделай нокаут. 50 на 50 теперь включай. Давай! Ты зарубишься, у него слабее удар! Давай зарубу! Зарубу, да, да! Отлично! Отлично! Держаться! Держаться! Давай! Надо вставать по-любому! Блин, Мамур, вставай, Болю! Встать надо! Попробуй, Кимуру, попробуй! Попробуй! Попробуй, Кимуру! Вставай тогда! Либо встать! Мамур, не лежи просто! Мамур, бей, не лежи! Давай! Раскрести ноги! Мамур, зачем ты скрестил? Раскрести! А теперь вставай! Мамур, вставай, пробуй! Раскрести ноги! Мамур, раскрести! Да попробуй, отдай ему спину! Попробуй хотя бы! Это лучше, чем лежать! На протяжении всего боя мне казалось, что Мамур меня просто не слышит. Он не делал ничего из того, что я ему рекомендовал. Но в определенный момент он начал мне отвечать прямо из октагона. Вставай, пробуй! Вставай! Раскрести только! Мамур, раскрести ноги! Раскрести ноги! Раскрести ноги! Раскрести ноги! Раскрести и вставай! Колени просовывай! Сбоку! Как обычно встаем! Как на тренировке вставали! Мамур, не скрещивай ноги! Попробуй ногами отжать! Все, не поверачивайся! Все, не поверачивайся! Все, не поверачивайся! На! Креши! Работай! Он не кричал, что он меня слышит, но он не может ничего сделать из того, что я говорю. Он все прекрасно понимает, но не может сделать его тело, как будто не слушается. Замер ногами! Зачем он замер? Сам сковал свои ноги! Да раскрести это легни! Попробуй хотя бы! Все, блин! 5 секунд, ну е-мое! Он просто замер! Что-то болит шея где-то. У меня как будто на спине 60-тон груз! Что это? Я не знаю пока. Все на... Зажим какой-то. Это не зажим! Какая-то хрень. Он говорит, что у него, короче, какое ощущение, что как-будто ему 60 килограмм на шею повесили и полтела прилипло, как-будто воздействие какое-то извне. Он говорит, так, ой, не испытывал, у него нет боли, ни зажима, ничего, как-будто вес, груз прилипли, прилепили к нему и все. Блин, сейчас болит, сейчас. Ничего не болит, у него просто вот так, знаете, приклеено, говоришь. Это что это такое? Блин, это что, сфуня. Смотрите, раз зашел, клей, у меня вот правый глаз вообще не видел. И еще бой не начался вообще. Блядь, что это такое? Я не знаю. Я вот клянусь, говорю, я вот все разговаривают, я не понимаю, что это такое. Помнишь, когда ты говорил Никите по поводу скрещивания ног, да? Что нельзя? У тебя были не все время скрещены. Никита Северов, когда дрался, он точно такую же ошибку делал, не мог раскресить. У него как сковало его, да, Никита? Ну, там, понятно, психологическое было, потому что он только начинал. У него мало боев, не столько, сколько у Мамура. И Мамур ему сам говорил, так нельзя делать и показывал, как надо. Не надо вот так боляться и закрывать карту вот здесь. Вот вообще ничего не сделать здесь. Мне просто здоровья не хватило тогда. Я тебе не сделал даже. И сам при этом не смог сейчас точно такую же ситуацию, точно так же поступил. У тебя такая же ошибка не замкнула полностью. Тебя никак не... Я даже замок не могу отпустить. Ты как, знаешь, тебя как сковало вообще. Я не здоров. Я понял. Мамура таким никогда не видел. Реально. Это был не он сейчас. Сейчас он не мог ничего сделать из того, что он умеет, что он знает. И даже попытки он не делал этого. Он не смог реализовать все, что в нем есть. В нем есть сила побеждать таких бойцов. И этого побеждать. И он всегда мог это делать. Всегда. Здесь даже как будто мысли нет. Даже не то, что мысли, он даже попытки тела. Тело не делал в движении тех, которые оно у него знает и умеет. Самое интересное, что он слышал меня. И даже мне отвечал, кричал прямо с... Из октагового. Он слышал, что я ему сказал делать. Он это умеет делать, но он это не может даже попытаться сделать, потому что его закрепостило и сковало. И мы идем дальше. Обязательно поставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Борцовский клуб Нью. И не забудьте поставить колокольчик.